Фильм ужасов Итак, фильм Диггеры В начале фильма нас знакомят с одной из главных героинь Это некая блогерша-косплеерша Я не знаю, кого конкретно она косплеит, так как далек от комиксов и всей этой культуры По всей видимости, какую-то суперзлодейку, которая пожирает все мучное и сладкое на своем пути Итак, давайте начнем, поехали, вы готовы? Потиравшись некоторое время на выставке, героиня, не снимая костюм, с огромным мечом за спиной опускается в метро Меч, как далее выяснится, не бутафорский, а самый сука настоящий И героиня без всяких проблем разгуливает с ним по Москве На станции некий зализанный педераст решил, что весь мир вокруг него слишком противный Поэтому он задумывается о суициде Завязка сюжета кроется в следующем В ночное время в метро в одном вагоне встретились косплеерша, бизнесмен, влюбленная парочка, китаец с пристегнутым к руке дипломатом и еще один мужик Ехали они ехали, как вдруг стало происходить нечто загадочное и ужасающее На этом моменте создатели положили огромный хер на то, что в поезде были еще люди Из вагона выбрались только наши главные герои и отправились разгуливать по тоннелям метрополитена Забегая вперед могу сказать, главными героями их можно назвать с большой натяжкой Ведь по сути ни один персонаж толком раскрыть не будет Героев 6 только чтобы было кого по ходу сюжета убивать Охуительно По прошествии пяти дней друзья влюбленной парочки решают отыскать пропавших Для этого они обращаются к предводителю стаи подземных петухов диггеру по имени Егор Друзья в метро пропали, да? Сами-то что думаете? Черный машинист Поезд-призрак Немцы Так чего вы решили, что они в метро пропали, а? Вот запись видеонаблюдения Мы с ними ехали в одном вагоне Вышли на предпоследнюю остановку Они должны были доехать до конечной А вот это видео с конечной остановки Ладно, уже не так скучно Как им в руки попало видео с камеры наблюдения? Почему они не обратились в полицию? Почему сотрудникам метрополитена насрать на то, что поезд проехал конечную станцию с измазанным кровью стеклом? Каким, блять, образом из метро мог незаметно пропасть целый поезд? Почему средства массовой информации никак не освещают эту ситуацию? А, ведь власти засекретили эту информацию Почему об этом не сказано в фильме, а написано только в синопсисе? В поезде были еще люди Почему их никто не ищет? Ладно, на косплеершу бизнесмена и мужика со странностями всем похуй Но ведь там был китаец, к руке которого пристегнут чемодан Его-то точно должны были искать В общем, парочка на пару с петухом отправляются на поисковую экспедицию По пути петух трапит какие-то долбанутые байки про своего брата Про крыс-мутантов Про секретные ядерные реакторы под Москвой И да, обратите внимание на херительные склейки По Москве средний фон четыре раза подскочил, а под землей так вообще В итоге, какой только нечисти не встретишь Каких реакторов? Ядерных? Ну, а каких еще? Под Москвой есть ядерные реакторы? Я вот не пойму, они что, все недавно перенесли инсульт и теперь частично парализованы? Или почему тогда у них нет вообще никаких эмоций? А вы девушкой здесь встаете Вот еще, почему? Ну, должен же кто-то ждать, переживать за нас Так положено Артем Лен Это мои друзья в первую очередь Я Дашку с детского сада знаю Лен, они пропали Что там может быть, ты знаешь? Что случилось, ты знаешь? О чем речь вообще, что за... Лен Все После деревянного спора было все же решено спускаться всем Спускаются они, кстати, в секретное метро 2 Войти в которое может любой бомж, просто открыв случайный люк на заброшенном заводе Ах да, здесь две истории демонстрируются параллельно История про спасательную экспедицию и про затерявшихся в метро людей Задумка, конечно, не нова, но в целом могла быть интересна Если бы она не была так криво и по-уебански реализована Нас переносят к группе людей, которые пропали Эй! Там тупик Я проверил Умерли Чего? Умерли, все умерли В поезде все умерли Целый поезд мертвецов Не знаю, можно ли было назвать их жизненно-технически То есть точнее даже биологически они все мертвы Что за бредятину несет этот мужик, спросите вы? Не обращайте внимания, это не имеет никакого отношения к сюжету и встроено в сценарий просто чтобы было Лучше обратите внимание на блядскую елку в тоннеле метро Вот она косвенно повлияет на сюжет, как узнаете чуть позже Далее создатели предпринимают попытку раскрыть персонажей Выглядит это вот так Скажи, это у тебя костюм такой Сейчас просто так носит Я просто не знаю, правда Я не в курсе Это косплей Часы дорогие просто Бизнесмен или чиновник Бизнесмен Вот у нас еще есть китаец У которого пристегнута наручниками Как называется эта штука А что у вас там? Ну, в чемоданчик Еще парочка А вы типа вместе, да? Ну, спите вместе, еду готовите вместе Потом ее моете Точнее, посуду моете Да Ну ты это, на кокан ее насаживаешь? Ну, в смысле, на лицо испускаешь? Мои вопросы ведь вполне адекватны, да? И имеют прямое отношение к ситуации? А вы думаете, мы случайно оказались здесь? Ну, в этом вагоне Я думаю, нет О, интрига Почему же они все вместе оказались в одном вагоне? Подумаете вы Ни хрена Далее по ходу сюжета Об этом ни разу не вспомнят И не заговорят Зачем, в принципе, это было сюда встроено Непонятно Может быть, мы даже Будем умирать по одному Да, вы будете умирать по одному Это точно Ведь это, блять, третисортный говноужастик Как может быть по-другому? Тем временем Диггер и сыщики Беспрепятственно проникли на действующую ветку метро И после того, как они там немного потирались Происходит вот это Оказывается, что на этом месте Происходят съемки шоу про экстрасенсов И Егор какого-то черта Начинает наезжать на съемочную группу Не-не-не, это вы кто такие И что вот это все Мое телевидение, программу снимаю Да, ты что, квартирный вопрос, что ли? Решили комнату подремонтировать? Леш, детальки там посними какие-то Ребят, выходи сюда Сатанисты в метро Нет, каркозы и желтые Кроули хероули Когда? Когда? Когда вы нас оставите в покое-то? А? Я вот не пойму, он кто? Полицейский? Сотрудник метрополитена? Почему он ведет себя как хозяин? А телевизионщики его слушают? Но у фильма нет времени объяснять Пора пугать Голова красный Фонтанчик Красиво Макс, слушай, а вот это вот... Максик, объясни, что я здесь... ЛЕВА! ЛЕЖИМ! Хотите узнать, что это за здоровенный, мычащий жлоб в желтом плаще? А это новый персонаж, блядский экстрасенс, которого создатели так ненавязчиво ввели в сюжет. Который хер пойми откуда взялся, хер пойми кто он такой, хер пойми зачем он здесь нужен. Но теперь он будет ходить на пару с героями до конца фильма. Тем временем пришла очередь умереть кому-нибудь из второй группы. Происходит это так. Герои натыкаются на тупик, в стене оказывается маленький проход. Все через него пролезают, а долбанутый мужик, который полз последним, застреет в туннеле, в котором еще пять таких как он поместились бы. Очкарик лезет к нему на помощь, трындит с ним полчаса вместо того, чтобы ему помогать и... Да-да-да-да-да, давайте тогда мы сейчас назад немножко по... Сейчас, 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 тяните меня туда-назад, да. Там же нет никого. Кто тебя тянет? Нас приносят к первой группе, чтобы напугать максимально отвратительной актерской игрой. Это нормально? Это тут такое бывает? Нет, нет, нет. М-макс? Это норма... Это тут такое происходит, что ли? Это че такое вообще? Это сюрприз какой-то или че такое? Это... Разобрешь? Сюрприз, сюрприз. Сюрприз, мотафака. А вот далее начинает происходить какой-то тотальный ад, в котором что-либо разобрать не представляется возможным. Но если вы не употребляете какие-то тяжелые наркотики, естественно. Поэтому понять, что вообще происходит, будет крайне тяжело. Но я все же постараюсь объяснить. Группа начинает преследовать монстр. Диггер-петух выводит группу к заброшенному вагону метро, который стоит на рельсах действующей ветки, и запирает всю группу внутри. Зачем он это делает? Потому что монстр это его брат-мутант, который питается людьми. А диггер-петух приводит ему жертв. А далее происходит вот это. Чуть нереально я устал его покрывать. Че происходит, а? Не может же это, ну... Ты че делаешь-то, а? Нет, ты не ошибся, не ошибся. Здорово. Ты чего, старик? Это... Это... Я... Я... Ты чего? Я... Я тебе кася. Ну, фуёрз записал. Он не он. Он не он, он не он. Почему монстр внезапно убил своего брата, вы спрашиваете? Это единственный вопрос, на который можно будет дать ответ по окончанию фильма. Нас переносит ко второй группе, которая натыкается на дверь с водой. Первым ныряет китаец. Вынырнув, он первым делом начинает курить сигареты, которые всё это время были у него в кармане. К нему подтягивается вся группа. И вместо того, чтобы искать выход, они устраивают посиделки у костра. И тут фильм становится ещё хуже. Почему? Потому что он превращается в любовную мелодраму. НЕУ, ГОДЬ! Вот мы попали сюда, в это... Подземелье. За нами какая-то... Чупакабра носится. Людей ест. Мы раз в десять чуть не погибли. И тут вот достали бы кольцо сейчас, представляешь? Так, оп. Даша. Выходи за меня замуж. У нас есть две пары. Кудрявый в очках и рыжая баба с татуировкой на ладони. А также блондин с брюнеткой. Так вот, блондин и рыжая баба любят друг друга, но своим партнёрам об этом не сообщают. Все лишние персонажи фильму больше не нужны. И их срочным образом всех убивают. Ну, там на развилке, помните, с одной стороны, ёлка, там гирлянда и тупик. Ну, в общем, нет никакого тупика. Там лестница и люк на улицу. Теперь понимаете, зачем в метро стояла та ёлка? Блять, как это тупо. Очкарик не знает, что его баба ему изменяет, поэтому решает пожертвовать собой ради неё. Но перед этим делает самое сука оригинальное предложение. Ты, если не заметил, я тебе предложение сделал, так ты... Ты давай уже скажи «да» и беги, ладно? Нет, Ром. Я тебя не люблю. Мы с Артёмом теперь вместе. Но монстру всё равно удаётся её схватить. Очнулась она уже в логове мутанта, где происходит следующее. Героиня сбегает, монстр её догоняет и происходит то, чем создатели больше всего гордятся. Я сейчас без шуток. Внимание! Убийство монстра с селфи-палкой, на которой закреплена камера. Почему же они этим гордятся, спросите вы? Потому что убийство таким способом в фильмах ранее никогда не демонстрировалось. Я вот не знаю, можно ли найти ещё более идиотский повод для гордости. Похрену, что монстр в фильме 2016 года выглядит как кусок говна из резины, зато у нас убийство с селфи-палкой. Из второй группы выжили только блондин, его баба и этот непонятный и абсолютно бесполезный персонаж. Знаете, зачем его ввели в сюжет? А вот для этого. Даша там. Что? Даша там. А теперь внимание. Оказывается, что выход на станцию был буквально в нескольких метрах от места, где вначале оказались пропавшие герои. И второе. Как вы думаете, почему монстр не убивает блондина? Потому что это не монстр, это Даша. А стала она такой, после того, как на неё дыхнул газом детёныш мутанта. Поэтому мутант убил диггера-петуха, ведь это был не его брат, а Даша. Я уже начал думать, что нам сейчас покажут поцелуй между омерзительным чудовищем и бабой-мутантом. Но нет, фильм заканчивается тем, что блондина тоже превращают. И знаете, у меня есть один вопрос. Что это за наебалово? Почему трейлер, синопсис, постер, слоган и даже название не соответствуют тому, что показали в фильме? Ну это придирка, скажете вы, да? А что если вам анонсируют фильм ужасов про диггеров? Вы купите билет, а на сеансе вам покажут любовь между бабой-уродом и мужиком. А, погодите, ведь так и было. Зачем в фильм добавили огромное количество ненужных персонажей и деталей? Что это за китаец? Что у него было в чемодане? Причём тут косплей? Откуда вообще взялись эти монстры? Зачем нужен был экстрасенс в жёлтом плаще? Причём тут диггеры? В этом фильме есть четыре так называемые фишки. Первое, убийство монстра с селфи-палкой с камерой. Второе, документальная вставка. Ну то есть в фильме были показаны реальные события. Как вы думаете, в какой части вы могли их увидеть? В самом начале, сходка косплееров, которая, блять, не имеет никакого отношения к сюжету. Третье, повествование одновременно с двух временных отрезков. Именно эта фишка просто уничтожила фильм. Из-за неё невозможно что-то понять или что-то разобрать. Ведь нас бросают туда-сюда, туда-сюда, чуть ли не каждые пять минут. К примеру, прямо поперёк диалога. И так на протяжении всего фильма. И четвёртая фишка. Неожиданная развязка, которую я вам гарантирую, поняли только процентов 10 от тех, кто смотрел этот фильм. Почему? Потому что к концу фильма нас начали кидать от одного временного отрезка к другому не каждые пять минут, а каждые полторы минуты. Это действительно страшный фильм, ведь от него в прямом смысле могут лопнуть глаза. Ну а если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на мой канал, на группу ВКонтакте, если ещё этого не сделали. Ну и посмотреть обзор фильма под названием Сволочи. Субтитры сделал DimaTorzok